Мальбрук в поход собрался. Едем к дальнему павильону. Там масса дел. Уже, смотрите, вода вокруг. Пора успеть на снегоходе, пока все не стаило. Хальт сна меня отстает. Вот он, наш красавчик. Сейчас мы его разденем. Поднимаем крышу. Вытаскиваем скрепки, которыми приделывали утеплитель. Переходим, в общем, на летний режим работы павильона. Открываем летки. Ждем облет. Дело сделано. Показали мы только часть того, что делали, потому что многое делалось внутри, в темноте. Ну и всякие грязные работы по очистке рамок и прочего. Особо нет смысла показывать. сейчас Дима развернется. Я сяду и помчим. Ну что, джентльменский набор едет к Зилу. И мы сейчас на Зилу поедем повторить путь, по которому потом повезем павильон. Так, ну что. Ой, мамма миа. Залезаем. Дверку закрываем. Закрываем. Что ты снимаешь? Надо вытереть. Тяпочка есть? Нету. Почему? Потому что это твое хозяйство. Не мое. А чье? Общенациональное. У нас дырка. Крыша. О! О! У нас есть дренаж. А зачем ты пригазовываешь при этом? А чтобы он не заглох. Он еще не всеми цилиндрами работает. Осторожно. О, всеми. Расскажи, пока ждем. Задача проехать... Нам надо перевезти павильон. Причем в ближайший день-два. Потому что обрет скоро. А он с пчелами. И нам сейчас нужно просто с Зилом я проеду весь маршрут. Где я там подъезжаю, где задом, где передом. Потому что все надо будет сделать очень быстро. С одной попытки. Потому что у нас еще есть стартер неимененный. Я новый-то починил. Ну, смотри, не починил. Перебрал. Но сейчас по снегу лазить сменять очень не хочется. А он у нас когда нагревается, его клинит. В второй раз машина не заводится. То есть надо выждать часа три-четыре, пока он остынет. Поэтому сами понимаете. Ответственность очень большая. Остаскивает. Но нам пофигу. Пока что. Остаскивает безбожно. О-о-о-о. У нас проблемы. Какие? Какие-какие. У нас есть обледеневшие колеи от снегохода, например. А мы не особо можем преодолеть. У нас по капотам холестом теплиц, что тоже приятно. Вот павильон, который нам нужно будет перевозить. Он еще пока закрыт весь на зиму. Открывать мы его будем уже на новом месте. А сейчас задача вот эти все сугробы перед павильоном лопатой убрать. Ну что, новый день, новые дела. Снова едем на Зиле, подлатав его, чтобы точно доехать до цели. Задача доехать до места, где у нас будет стоять павильон в дальнейшем. А потом обкопать наш павильон, поднять его и засунуть его на Зиле. Для того, чтобы завтра рано утром перевозить. И за ворота. Да, наверное, это будет, да? Да, да. И за ворота. Проезжаем наши курганы. Вот, хоть опухленькие пирамиды, погребальные комплексы. Живших здесь раньше. Где-то за 1000 лет до нас. Людей. Сновян. Так, ну вот, мы практически приехали. Смотрите, местечко. Окруженное соснами. От ветра. И мы тут заранее прочистим. А вон ходят тетери. Ой, жалко, мы его не снимем. А вон еще один, смотри, Дима. Да, вижу, вижу. Немножко работы двумя лопатами. И мы с Димой прокопали по заранее намеченным следам такие вот колеи, куда завтра нужно будет с Зилом заехать, чтобы он стоял максимально ровно. Ну, тут плохо видно, конечно. Короче, вот, довольно на изрядную глубину заглубились. И вот сделали два таких следа. Завтра будем пробовать попасть в них. Все, поехали ставить павильон на Зил. В общем, мы уже довольно значительно подняли наш павильон. Но еще вовсе даже не до конца. Еще впереди много. Еще проблема в том, что стоит он неровно. Здесь на одну дырку, вот с этой стороны, он на одну дырку выше стоит, чем с той стороны. А вторая проблема в том, что ноги утоплены. Он у нас здесь стоит уже не первый год. Мы его не перемещали. И нам нужно будет эти лапы как-то вытащить сегодня, чтобы завтра мы могли что-то с ним делать. А третья проблема в том, что пчелы считают, что им уже пора. И вот из этих вот дырочек вылезают к нам. Ко мне тут пчелка прилетела. Здесь уже выкручено все на максимум. Сейчас он, видите, у нас наклонился в эту сторону. И с него течет капель. И Дима его будет немножечко домкратить под дождем. Подождем. Подождем или под дождем? Все вместе. А нужно это вот почему. Сейчас покажу. С этой стороны мы уже подняли его на два домкрата. И видите, у нас тут вот такой вот миллиметраж опять. А с той стороны намного больше. Пролет, но просто так задирать одну сторону уже не очень хорошо. Поэтому сейчас вторую тоже поднимем. Ну и будем пробовать заехать под него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ищем лапы, кстати, оказалось, все не так плохо. Ну, кроме того, что мне это надо будет сейчас помогать поднимать. Так, ну что, на сегодня наша миссия практически завершена. Сейчас она стоит дико неровно. Сейчас Дима выровняет площадку. И завтра утром, пока будет еще минус, и снег будет покрепче, мы повезем павильон уже на его постоянное место дислокации. Вот уши наблюдают тоже. Небольшие рихтовочные работы. Дмитрий спиливает ветку. Ветлы, чтобы она не мешала проезду павильона. И мы повезем все это дело уже на окончательное место стоянки. Короче говоря, в процессе снимать не могла, потому что я ехала рядом на снегоходе. Моя задача была смотреть и показывать Диме, не падает ли павильон. Вот, мы доехали до места. Хайб бежал за павильоном. Сейчас будем стараться его припарковать, чтобы потом снять. Сегодня Дима с утра раскутал весь павильон, закрыл все литки. И он у него проводил работу внутри павильона, пересаживал чел на первый и второй нижние ярусы, освобождая третий. Поэтому сейчас павильон максимально готов к работе. Осталось только, собственно, вытащить из-под него зил, опустить его и потом открыть все литки. И к облёту мы готовы. Ну что, все готово, литки открыты. Вон первая разведчица осматривает место после переезда. Павильон стоит. Мы его опустили. Вокруг красота. Место новое, отлично. Вот такие дела у нас. Чтобы наши пчелы не разбежались. Да, чтобы пчелы не разбежались, вешаем замочек. Дело сделано? Да, большое дело сделано. Вот из павильонов. Где-то 40 семей. Мы перевезли на новое место. Два лица, вот за сколько, не знаю. В общем, ложится часа за 3-4. Это вот по такому снегу, там полметра. А если бы была обычная пачка с ульями? Только если полет, там лобер какой-то. Ну что, все.